Привет! Сегодня я к вам с рецептом вкусных пончиков. Они получаются очень вкусными, поэтому настоятельно рекомендую готовить 2 порции. Кстати, они хотя и жарятся в масле, но получаются совсем не жирными, так как при жарке масло не впитывают. Все секреты расскажу во время приготовления. Итак, приступаем. Все подготовим для теста. В чашу вливаем 250 мл теплого молока. Добавляем сырые дрожжи. Я добавляю сырых 20 грамм. Если готовлю на сухих, то 10 грамм. Добавляем 1 столовую ложку сахара из отмеренного сахара для теста. Здесь у меня 50 грамм сахара. Остальной оставляем в сторонку. Перемешиваем и оставляем на минут 15, чтобы убедиться, что дрожжи рабочие. Переливаем их в миску. Берем чашу миксера, кладем 50 грамм сливочного масла. Добавляем оставшийся сахар и ставим перемешивать. Ну и сои еще раз перемешиваем. И вливаем дрожжи с молоком. В получившуюся массу кладем половину чайной ложки соли и 450 грамм просеянной муки. При помощи насадки крюк вымешиваем тесто. Чтобы пончики получились очень вкусными, нужно тесто хорошо вымесить примерно 10 минут. Можно это делать все вручную, но намного проще с кухонной машиной. Ей просто нет равных. Устанавливаем время и занимаемся другими делами. Вот такое тесто получается. Даем тесту теперь подняться. По времени занимает примерно 1 час. Пока тесто поднимается, я покажу, как приготовить мягкое мороженое из молока и банана. Два банана очищаем и нарезаем. И замораживаем. Вес замороженных бананов у меня 200 грамм. Кладем в миксер замороженные бананы. Вливаем 50 миллилитров молока. И взбиваем. Мягкое мороженое готово. Перекладываем его в креманки и подаем к столу. Как вы уже заметили, моя кухонная машина Starwind не только планетарный миксер с регулировкой температуры для растойки теста, но и мясорубкой и блендер. Он компактный и не занимает много места. Кстати, выбирала по отзывам в интернете. Там о нем только положительные отзывы. Ссылку оставлю в описании под видео. Подошедшее тесто кладу на стол. И обминаю. Теперь делю на части. Из каждой части делаю колобочки. Вес колобочков у меня 50 грамм. Теперь при помощи, например, стакана делаю лепешечки. Беру заготовку, пальцем в середине делаю дырочку и растягиваю. Такая получается заготовка. Делаю сразу все заготовки. В сковороду наливаю растительное масло. Жарить будем в большом количестве масла. Я наливаю так, чтобы пончики плавали в масле. Разогреваем и опускаем заготовки. Жарим на огне чуть выше среднего. Так пончики не будут впитывать в себя масло и успеют приготовиться. Если будет огонь слишком медленный, пончики могут напитать в себя масло. В процессе жарки вы поймете сами. Так жарим все пончики. Теперь их обаливаем в сахаре. Теперь пончики готовы к подаче. Можно подать со сгущенным молоком или джемом. Я люблю просто так. Если вам понравились рецепты, ставьте лайк. Поделитесь в соц. я или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита. Кушайте вкусно и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok